Всем привет, меня зовут Илья Полынков и вы на канале Огненное ТВ. Сегодня мы с вами поэкспериментируем с одним из самых интересных химических веществ. Это люминол, вещество с помощью которого можно проводить поистине красивейшие эксперименты. Я провел множество экспериментов с ним и теперь хочу показать вам на что способно это вещество. Вот так выглядит люминол, это кристаллы светло-желтого или белого цвета. Цвет зависит от размера частиц. Мелкие частицы имеют более насыщенный желтый цвет. Это вещество способно испускать свет под действием некоторых окислителей и чтобы это увидеть мне нужно приготовить раствор. Для этого я возьму литр дистиллированной воды, добавлю туда 4 мл 6% перекиси водорода и высыплю туда полграмма натриевой щелочи. После этого растворяю один грамм люминола. Люминол плохо растворяется в воде и придется подождать пока частицы перестанут выпадать в осадок, но уже сейчас можно посветить ультрафиолетом на этот порошок и увидеть прекраснейшее зрелище. Частицы люминола попавшие в воду начинают светиться в ультрафиолете зеленым цветом. Пока растворяется люминол можно приготовить второй раствор. В качестве основы для второго раствора я возьму разные вещества. Мне интересно как люминол будет взаимодействовать с каждым из них. Случалось ли у вас такое, что 3d принтер печатает мягко говоря не так как хотелось бы? Если вы печатаете какую-то деталь для себя, то конечно можно покурить форумы, пообщаться с забугорные службы поддержки на ломаном английском и в конце концов победить таки своего сопливого товарища. Конечно же я имею ввиду 3d принтер. Но если вы печатаете срочный заказ, прототип серьезного устройства или даже научный проект, то скорее всего у вас нет времени на танцы с бубном. Поэтому стоит обратить внимание на российского производителя 3d принтеров с хорошей русскоязычной поддержкой, которая всегда поможет быстро наладить печать. Компания 3di производит принтеры более 8 лет. В линейке представлены различные модели от простых домашних до полупрофессиональных. Флагманом является принтер Bizon 3, который обладает внушительной рабочей областью 300 на 300 на 400 миллиметров, а температура экструдера может достигать 410 градусов, а это значит вы сможете печатать инженерными пластиками. Принтер собран из качественных комплектующих и надежной электроники. Использование оригинальных рельсовых направляющих HeWin по всем осям позволяет печатать не только быстро, но и с высокой точностью. Всем зрителям моего канала компания 3DIY дарит скидку в 10 тысяч рублей на все 3д принтеры по промокоду Огненная ТВ. Переходите на сайт и выбирайте свой 3д принтер. Первый раствор я приготовлю на основе медного купороса. Возьму небольшое количество, буквально на кончике ложки. Тут примерно пол грамма вещества. Добавлю в стакан немножко аммиака, налью дистиллированной воды и растворю медный купорос. Распределю этот раствор в трех стаканах и разбавлю дистиллированной водой. Так у меня получится разная концентрация меди и мы увидим как люминол на это отреагирует. Медь разлагает перекись водорода и выделившийся кислород окисляет люминол. Мы видим огромную разницу в реакции. Чем больше в растворе меди, тем быстрее и ярче происходит реакция. В насыщенном растворе люминол буквально моментально сгорает, в то время как в слабом растворе меди свет медленно набирает яркость, а свечение сохраняется на протяжении нескольких минут. Теперь давайте увеличим концентрацию люминола и перекиси водорода в три раза и повторим этот же эксперимент. Теперь свечение не только усилилось, но и сохраняется оно заметно дольше даже в стакане с большой концентрацией меди. Средний стакан светится просто потрясающе. А стакан с самым слабым раствором меди это настоящий марафонец по сравнению с остальными. Кажется, что меди там примерно столько же, сколько и в среднем стакане, но разница просто невероятная. Я приготовил три стакана, в которых сделал среднюю концентрацию раствора с медью и три стакана с люминолом. В первом концентрация 1 грамм на литр, во втором 2 и в третьем 3. Конечно же 3 грамма люминола на литр воды дают самый яркий результат. Регулируя концентрацию веществ можно сильно изменять конечный результат. Можно не только регулировать яркость, но и продолжительность свечения. Я вспомнил, что у меня после одного из экспериментов с микроволновкой остался вот такой аквариум. Тот эксперимент был достаточно интересный и если не смотрели, то рекомендую посмотреть, в подсказках есть ссылка. Короче решил налить на дно этого аквариума раствор медного купороса, а потом влить туда люминол. Это пожалуй самый красивый эксперимент, который я когда-либо делал. Это просто непередаваемое ощущение, когда стоишь в полной темноте и перед тобой появляются эти вспышки света. Мне это напомнило то, как в морской воде светится планктон и набегающие на берег морские волны начинают светиться точно так же, как сейчас светится люминол. Давайте проверим как поведет себя люминол, если вместо медного купороса взять красную кровяную соль. Это соединение железа, которое является достаточно сильным окислителем и оно способно заставить светиться люминол даже если не добавлять перекись водорода. Но с перекисью свечение получается ярче. Так же как обычно я сделал три раствора разной концентрации. Первое что бросилось в глаза так это то, что цвет свечения поменялся, он стал каким-то бирюзовым. Я заметил, что с красной кровяной солью реакция протекает очень быстро и даже если сильно снизить концентрацию, то только уменьшается яркость, а на продолжительность это никак не влияет. Кстати, чтобы увидеть свечение не обязательно находиться в полной темноте, этот свет хорошо виден даже при нормальном освещении. На этот эксперимент очень интересно наблюдать вблизи. Можно увидеть, что люминол на поверхности светится синим, а в глубине раствора цвет меняется на бирюзовый. Все таки химия это очень красивая наука. С медью попробовали, с железом попробовали, давайте попробуем с марганцем. Я сделаю раствор марганцовки, это очень сильный окислитель и с ним тоже должно получиться интересно. С малыми концентрациями марганцовки получается не слишком зрелищно, такого эффекта как с медным купоросом не возникает, светится не ярко и не долго. А вот если сделать концентрацию марганцовки выше, то получается уже совсем другое дело. Люминол очень быстро окисляется и при этом выделяется много света, а само свечение окрашивается марганцовкой в какой-то сиреневый цвет. Если поближе посмотреть на то, как капли падают в раствор, то можно увидеть яркие вспышки света. Мне кажется, что с марганцовкой получаются самые яркие вспышки. Люминол используют в криминалистике для обнаружения следов крови. Я решил взять небольшую каплю крови и растворить ее в стакане воды. По идее этого должно хватить для того, чтобы заставить светиться раствор. Удивительно, но даже такого малого количества оказалось достаточно для того, чтобы вызвать свечение раствора. Свечение было хоть и слабое, но невооруженным взглядом его было очень хорошо видно. А теперь давайте попробуем изменить цвет свечения люминола с помощью красителей. Первым я попробую использовать радамин. Даже небольшого количества достаточно, чтобы дать яркую окраску раствору. Раствор радамина имеет яркую флуоресценцию в лучах ультрафиолета. Если этот краситель светится под ультрафиолетом, значит он может начать светиться под действием света люминола. Смотрите какой удивительный получается эффект. Когда свечение люминола яркое, то радамин начинает давать яркую красно-розовую окраску. А как только свечение слабеет, то радамин теряет флуоресценцию и мы видим только синее свечение люминола. Удивительно наблюдать как плавно один цвет свечения меняется на другой. Теперь посмотрим как окрасит свечение флуоресцен. Этот краситель имеет очень яркую флуоресценцию в лучах ультрафиолета. Интересно как он проявит себя с люминолом. Этот краситель окрашивает свечение в зеленый цвет и как видим он гораздо лучше воспринимает синее свечение люминола. И даже слабое синее свечение способно вызывать флуоресценцию флуоресциина. Как видите, не зря ему дали такое название. Есть у меня еще немного красителя, который называется эозин. Он окрашивает воду в оранжевый цвет. Но в ультрафиолете он имеет желтую флуоресценцию. При добавлении люминола этот краситель дает слабое желтое свечение. Как мне показалось, этот краситель слабее всего реагирует на синий спектр света. Но все равно интересно наблюдать как желтый цвет превращается в чисто синий. Есть у меня еще одна идея как можно окрасить свечение люминола. Я приобрел набор флуоресцентных маркеров. В них подобраны красители, которые должны будут дать хороший результат. Я достал из них внутренности и с их помощью окрасил воду в стаканах. В наборе было только шесть маркеров и чтоб у меня не получилась шестицветная радуга я добавил еще один стакан с чистой водой. Это будет контрольный образец. В каждый стакан я влил небольшое количество раствора медного купороса с аммиаком. Все цвета дали очень хороший результат, кроме желтого и зеленого. Я думаю это из-за того, что в них есть какое-то вещество, которое нейтрализует раствор медного купороса. Если в эти стаканы дополнительно добавить медный купорос, то можно будет увидеть очень яркое свечение того люминола, который я влил в этот стакан ранее. Но такая добавка работает только с этими двумя цветами. Да уж, эксперименты с люминолом настолько красивые, что выглядят как самая настоящая магия и где-нибудь в средневековье меня бы наверное за нее сожгли. Я надеюсь вам понравились сегодняшние эксперименты и если у вас есть идеи как еще можно поэкспериментировать с этим веществом, то обязательно напишите их в комментариях, я постараюсь их осуществить. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает мой канал на Бусти, а также подписывается на канал на Дзене и на Рутубе. Ссылки кстати есть в описании. Ну а на сегодня у меня все, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok